Всем снова привет, с вами снова Андрей Кубик, который снова снимает это видео. Сегодня будет выпуск, который посвящен несложным забористым формулам и комбинациям. И я бы вас обманул, если бы сказал, что он относится не к математике, потому что это неправда, математика здесь будет. Но, тем не менее, выпуск будет интересный и простой такой обзорный. Я долгое время думал, что же в него включить, потому что очень хотелось поделиться своими последними достижениями, они реально крутые. Но, поскольку я нашел свой формат видео где-то по полчаса лекции, по 50 минут максимум, по час, очень редко, постараюсь сейчас уложиться минут в 40. Поскольку я нашел свой формат, а информации не хватало на то, чтобы сделать даже полчаса, поэтому я решил разбавить следующим образом. Я расскажу в этом видео о всех-всех-всех кубах, которые, ну, по крайней мере, виртуальной среде, которые я когда-либо выдумывал. Вот. Будет обзор, в конце будет лютая жесть, так что смотрите до конца. И, значит, скажу еще в свое оправдание, что я еще пока что болею немножко. Ке-ке. И говорить могу в нос. Поэтому, если что-то будет не слышно, я сразу извиняюсь. Вот, ладно, поехали смотреть обзор моих кубов. Значит, сразу говорю, некоторые кубы я покажу не свои, потому что их неплохо бы уметь решать перед тем, как переходить к моим сложным головоломкам. То, что я выдумал в конце, это является, пожалуй, самым сложным из того, что вообще я всего видел. Ну, вот такой, например. Это еще простенький кубик, это такое. Значит, так, ну вот. Все мои кубы, которые я обычно сочиняю, обычно содержат в себе, сочетают в себе либо одну, либо две, либо там, как... Либо одну, одну, либо одну другую, либо обе. Особенностей таких интересных. Первая особенность это того, что нужно много чего предполагать, нужно угадывать. А вторую мы сейчас, конечно, ко второму подберемся еще. Значит, что насчет угадывания? Вот этот кубик, казалось бы, не очень простой и не очень сложный. Ну, такой, средненький. Что у него непростого? В нем вот эти блоки, они не имеют цвета. То есть мы не знаем, как они точно должны располагаться. Мы должны угадать. Тем не менее, здесь угадать довольно просто, потому что это клоки. То есть, ну, во-первых, тут не совсем видно, вот, в черные, да, непонятно, как они вообще, где границы. Если присмотреться, то тут можно увидеть, что есть черная черта. Ее очень плохо видно, но вот она. Вот здесь. Вот. То есть куб, к сожалению, не дает совсем это затереть. Но, тем не менее, мы не знаем, как это должно располагаться в блоке. То есть нужно угадать. Что нам может помочь угадать? Разбираемся. То, что они клоки, это означает, что они не уходят со своей грани. То есть они как, ну, клок, часовая стрелка, да, то есть они как сумасшедшие наматывают груди вот так вот вокруг своего грани. При этом здесь нет, центральный слой все еще свободен. Вот. Ну, собственно говоря, вот приблизительно так должны располагаться блоки в собранном состоянии. Либо так, либо вот так. Это большой спойлер, но я его, в общем, привожу, так как не боюсь, что это усложнит, упростит сборку. Что здесь еще очень интересного? Вот здесь вот можно заметить очень интересную вещь. Спидкуберы, которые занимаются скоростной сборкой кубика Рубика и сопутствующих головоломок, они прекрасно знают, что у кубика есть расцветка специальная. То есть у нас напротив зеленого всегда должен стоять синий. Почему это сделано так? Потому что, чтобы спидкубер не думал слишком много о том, что куда поставить. Если он видит зеленый, значит, он точно знает, что здесь должен быть синий. Синий центр. И должен быть зеленый центр. Но вот здесь расцветка нарушена. То есть если у нас зеленый напротив синего, это значит, что нет такого угла, который содержит обычный, одновременно и синий, и зеленый. А здесь он есть. То есть здесь расцветка поменялась. Ну, то есть вот здесь вот этого не видно. А, нет, видно. Вот оранжевый и красный, они тоже должны стоять напротив друг друга. Они стоят рядом. Поэтому, если вы собираете этот куб, предполагаете, как должны заполагаться блоки, собираете, значит, вот эти свободные элементы, вы можете в какой-то момент обнаружить, что внезапно, что у вас куб не собирается, потому что он у нас имеет другие цвета. Это сюрприз номер один. Значит, сюрприз, точнее, как сюрприз номер два, пока что мы не обращаем на него внимания, потом чуть позже скажу. Как собирается такой куб? Я его предпочитаю собирать вот таким образом. То есть у нас есть блок 2, 2, 3. Вот такой 2 на 2 на 3 туда. И наша задача сперва собрать этот блок вот здесь, чтобы вот эти свободные элементы были как должны быть. А вот эти два слоя, они, соответственно, останутся свободными, и ими можно будет собрать всю оставшуюся часть куба. Здесь есть один нюанс, что если мы собрали вот этот блок, и собрали, соответственно, всю вот эту комбинацию, все вот это пространство, даже если мы это собрали, нам потом нужно сделать вот такие ходы. Ну, допустим, что блоки должны располагаться вот так. То есть нам нужно сделать не просто собрать куб, а нам надо собрать так, как будто бы мы его вот так повернули. То есть вот эти вот здесь вот блоки будут не одноцветные. Вот здесь нельзя сказать, что здесь везде будет зеленый, здесь везде белый, здесь везде желтый. Они будут различаться. И это нужно держать в голове. То есть это как бы усложняет сборку тем, что мы должны сетапить куб в каком-то состоянии и помнить, какие элементы где должны находиться. То есть собирать его нужно как бы заведомо немножечко неправильно. Это такое усложнение. Но это еще простенькое. Значит, едем дальше. Так, чтобы перейти к следующему моему кубу, необходимо рассказать немножечко о Марусенко. Марусенко-сфера. Сфера Марусенко. Значит, что это за сфера? Это у нас кубик 2х2 фактически, у которого есть еще вот эти вот коины. Это называется коин. То есть монетка такая. То есть у него есть вот эти вот сектора, которые вращаются отдельно от граней. Если рассматривать это как шейп-мод, то можно сказать, что это шейп-мод кубика 2х2, у которого есть еще крылья. То есть это, грубо говоря, кросс-куб 2х2. Не уверен, что такое бывает. Сейчас поищу кросс-кубы, сейчас какие-нибудь покажу. Ну вот что-то типа того. То есть у нас вот это вот свободные коины получаются, только у них нет бокового цвета. Потому что у сферы, у нее был только вот этот цвет на этой грани. И он различался, соответственно. То есть у нас вот эти квадратики должны быть раскрашены в разные цвета. Но тем не менее. И вот здесь вот тоже должен быть такое крыло. Вот такое же. Вот. Ну и, соответственно, оно вот обычная грань. Когда крутится, крутится вот так, вот так, ну и так далее. Вот так еще. Вот. Сферу Морусенко, наверное, сейчас показывать уже не буду, чтобы не отвлекаться. У нее усложнение будет следующее. Мы возьмем и склеим вот этот угол маленький. Вот этот вот. Вот этот маленький угол. И склеим его вместе с вот этим углом. С белым. То есть у нас как бы вот этот вот угол. Как бы вот. Вот раз элементик. Да. Вот два элементик. И вот эти элементики мы берем и склеиваем. Вот так вот. Сейчас покажу, значит, как это выглядит у моего куба. Вот. У меня этот куб немножко по-другому выглядит. Он, во-первых, не сферический и даже не кубоидный. Но, тем не менее, он сводится именно к ним. Что мы здесь видим? Мы здесь видим, что вот этот вот угол. Точнее, как мы видим тот же самый кубик зона 2. Вот раз, вот два, вот три. То есть вот это вот. Это угол кубика зона 2. Здесь их всего 8. То есть раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Те же 8 углов. Если мы захотим их расставлять как в спидкуфинге, то, соответственно, вот у нас это F, это R, это L, это U и это D. Вот. Сейчас. Да что ж такое-то? Что-то не хочет. Но неважно. Соответственно, у нас те же самые крылья есть. Вот эти. Где-то оно вращалось хорошо. Сейчас вот надо это найти. А, сейчас, вот, вот. Вот это крыло, одно из крыльев. И оно, про него мы знаем, что вот здесь вот точно нет никаких сшивок, сшиваний. Соответственно, если мы поставим вот так, то сшиваний нету вот здесь, вот здесь и вот здесь. То есть, единственное сшивание, которое может быть, это либо вот у этого угла, либо вот у этого угла. Давай сейчас посмотрим на это очень быстро. Это прям лайфхак, лайфхак. Это прям вот спойлер, спойлер. Но я не боюсь его давать, потому что, ну, все-таки, раз мы уже взялись рассказывать про кубы, про все, то рассказывать надо все сразу. То есть, вот здесь вот этот вот угол склеен с сектором, который на сфере Марусенко был бы как бы сектор, здесь он треугольник, а на кросс-кубе это был бы один элемент. И суть в том, что мы вот эти вот свободные, не склеенные элементы можем вращать, но мы должны угадать. То есть, если вот здесь вот мы знаем точно, что они вращаются, то вот здесь мы угадываем, что либо склейка здесь, либо склейка здесь, либо и там, и там. мы не можем сделать вот так, ну, по-честному, поэтому нужно угадывать. То есть этот кубик тоже за счет угадываний состоит. В нем всего-то здесь 3, сейчас углов 8, здесь 3, то есть по 24 треугольника. Всего 24 треугольника надо расставить, и это представляет огромную сложность, потому что еще нужно... Я делал выпуск однажды по Марусенко, вот тому самому бандажу, который я сейчас рассматриваю. Там это была чисто сфера, там это как раз расклеивалось, вот. Думаю, что могу даже в описании куда-нибудь положить. Переходим к следующему кубу. Та-дам! Вот такой. К сожалению, его я даже не могу показать в собранном состоянии, поэтому сейчас буду импровизировать. У него тут сразу несколько хитростей, тоже за счет переположений, и, наверное, все. Здесь пока что только одну фишку просматриваем. Значит, что здесь? Здесь мы видим, что есть блоки, они, опять же, некоторые цвета не учтены, то есть мы не знаем, где они точно должны стоять. Соответственно, мы не знаем их точное расположение. Мы не знаем, как, куда их крутить. И помимо этого, они еще друг друга блокируют. То есть здесь, чтобы их расфасовать, расставить по местам, которые неизвестны еще, нужно сделать кучу вспомогательных движений. То есть что-то вот такое надо делать. Сразу говорю, блоки располагаются где-то вот, то ли вот так и вот так, и внизу, соответственно, тоже вот так и вот так. То ли они располагаются вот так и вот так, то есть параллельно друг с другом рядом. Короче, я честно, я не помню, как они располагаются. И тут тоже надо гадать. То есть нужно расфасовать эти блоки одним образом, попытаться собрать свободные элементы. Если будет паритет, значит, мы не угадали расположение блоков. Значит, тут тоже, соответственно, вот. Вот здесь насчет угадываний, как у кубика, который вот с 3клок, да, с тремя вот этими часовыми стрелками, там у нас были поменены цвета, то есть некоторые центры были непротивоположными, да, а здесь у нас два желтых центра. Вот раз желтый центр, вот два желтых центра. И вот как хочешь гадай, то есть желтый это отсюда или отсюда. То есть даже свободные элементы будет проблематично расставлять. Вот. Ну, то есть если вылез паритет, значит, надо пересобрать большие блоки. Вот. Ну, давайте к следующему кубу. Вот. Красавец. Вот отсюда начинается самое интересное. Значит, это у нас... Ну, я его условно назвал, его Бермуда, Pre-Minks. Вот здесь вот написано. Я даже в файле в коде поменял это название, себе приписал. Значит, что в чем заключается загвоздка? Загвоздка. У нас есть блок на передней стороне. Давайте я буду как в спидкуминге ориентироваться наверх. Вверх это белый, низ это желтый, да. На белой стороне у нас есть блок. Он как бы типа двойной клок, или не знаю, как это правильно назвать. То есть он соединяет вот центр, сшит с одним ребром и с другим ребром. Соответственно, хорошо бы повернуть этот вот верхний слой. Но он никак не вращается. Почему? Потому что вот здесь вот есть тоже как бы клоки. Я не знаю, насколько корректно говорить «клок» на декайдре, на мегаминксе. Но буду говорить «клок». Раз уж так получилось, буду говорить «клок». Соответственно, вот этот «клок» надо повернуть сюда, этот повернуть сюда, и этот повернуть сюда. И только после этого мы можем вращать этот слой. Собирается такой куб, скорее всего, на пиф-пафах. Но при этом тут зависит от того, где эти располагаются элементы, которые мы будем пиф-пафить. То есть если они, например, располагаются вот здесь, вот раз, два, три, четыре, то можно сделать, например, вот так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот уже видно, развернулся. И раз, два, три, четыре. Вот у нас поменялась вот эта пара, как в кубике, да? Три пиф-пафа. Вот эта пара и вот эта пара. Но она располагается так, что вот этот блок к ней вообще отношения не имеет. А если, например, разворачивать вот это и вот это, места менять. То есть вот здесь, вот этот вот поворот, вот сюда, он заблокирован этим элементом. А чтобы его разблокировать, нужно кучу всего подвинуть. А пока я буду двигать, наверняка вот эти два куда-нибудь сдвинуться. То есть здесь все очень сложно. Всего-то за счет вот этих блоков получается, что даже на пиф-пафах, если собирать, нужно долго сетапить к какому-то, ну вот, например, можно сделать вот так. То есть вот здесь вот будут, соответственно, вот уже другие элементы. Короче говоря, здесь зависит не только от того, какие блоки и где стоят, но и зависит от того, где стоят свободные элементы относительно этих блоков, которые надо развернуть. То есть все довольно сложно. Но это еще такое, это самое простое из того, что мы сейчас рассматривали. Будем. Вот. Едем дальше. Перед тем, как перейти к следующему кубу, немножечко скажу о DUNAMS, который хорошо бы очень сильно решать, чтобы понимать, как решать следующее. Потому что следующее будет вот такой же принцип, только на Megaminx. Уже на Peta, нет, Gigaminx. То есть 5 на 5. Значит, почему он так называется, Gigaminx, не знаю, должен быть Peta, а Megaminx наверняка. Потому что 5, для меня это загадка. DUNAMS мы не решали на канале, по-моему, но решали MES, обычный MES. Так что я оставлю в описании ссылочку на MES, на сборку. Здесь в чем заключается загвоздка? В том, что у нас вот эти у вас сечения, вот это вот сечение, и вот это сечение по периметру, вот здесь и вот здесь, эти сечения не везде есть. Соответственно, нужно сделать так, нужно расфасовать блоки таким образом, чтобы это сечение везде появилось. Мы можем разворачивать углы, мы можем менять ребра как-нибудь. То есть вот, например, вот здесь этого сечения только что не было, хоп, оно здесь есть. Вот здесь, нет, здесь вот плохо, здесь хорошо стоит, здесь вот это вот сечение есть. То есть надо сделать так, чтобы сечение было по всему периметру. Тогда мы сможем разъединять внешний слой и внутренний слой. Помимо этого, этот куб похож на AI. Сейчас покажу AI. Это тоже 4 на 4 получается. Вот у нас AI. Тоже его неплохо было уметь решать, потому что это всего лишь кубик, а сейчас у нас будет декайдер сложнее. А здесь, соответственно, тоже вот этого сечения нет. Что мы делаем? Мы делаем раз, два. Вот у нас это сечение появляется. Но оно только одно. То есть, если мы хотим разъединять, например, по этому сечению, нужно снова куб сводить к тому, что к вот такому положению и, скажем, по-другому его сетапить. То есть, вот у нас теперь есть вертикаль. То есть, если мы хотим делать какое-то движение на 4, то нам придется каждый, сейчас, вокруг каждого движения, то есть в формуле, да, вот если есть, например, там, скажем, D или U, то вокруг этой D и U в формуле будут следовать вот эти длинные сетапы. Вот эти вот. Вот. То есть, эта сборка очень сильно усложняется. Я на канале, по-моему, рассказывал про A.I. Найду видео, выложу тогда, в описании прикреплю. Мы рассматривали джамиды. То есть, там 12 на 12 был куб страшный. Вот. И на нем я, соответственно, вывел формулу очень красивую, которая меняет всего 3 центра. То есть, то есть, вот так. Сейчас. То есть, вот это белый, синий яра и красный, они меняются. Или там 2 центра, 2 плюс 2, я не помню точно, что было. Но было очень красиво. Вот. То есть, можно собирать либо как четверо, где вокруг каждого поворота нужно делать этапы, либо можно делать немножко хитрее, как вот в том видео. Все, переходим, значит, к тому же самому на Мегаминксе, на Гигаминксе. Вот он. Этот куб мы уже рассматривали недавно совершенно на канале. Я рассматривал. Значит, что здесь интересного? Вот белая грань. Сейчас давайте сделаем бело-зеленый, чтобы было как в спидкубинге. Если честно, я не знаю, как должны располагаться цвета у Мегаминкса в спидкубинге. Я не спидкубер, я кубер. Мне можно не знать. Вот. То есть, здесь то же самое. Здесь есть вот эти вот блоки, и эти блоки, соответственно, вот эти стечения, они прерывают. Соответственно, чтобы сделать, чтобы можно было вращать вот этот верхний слой внешний, а нам нужно еще вращать не только его, то есть, нам надо как-то его все пересфасовывать после этого блоки, точно такими же, с этапами. Но нам нужно хотя бы освободить внешний слой. Как это сделать? Мы вращаем вот эти углы, то есть, у нас получается сечение вот здесь, вот здесь, но их все еще не достает, даже если мы развернем. А чтобы их хватало полноценно, нужно обменять те пластиночки, которые окажутся сверху, и вот здесь. То есть, здесь мы разворачиваем вот эти углы, здесь мы разворачиваем вот эти углы, а потом сверху то, что оказалось с самого верху, и то, что здесь оказалось с самого низа. Мы желтый загоняем наверх, а белый загоняем вниз. Это было в видео, там, посмотрите сами. Очень красивое решение, тоже очень классное. Но это еще не все, что можно придумать, разумеется. Почему? Потому что мы только что рассматривали куб обычный Megaminx с блоками вот здесь. То есть, вот эти вот ребро и ребро и центр были склеены, но это был обычный Megaminx. А теперь мы сделаем то же самое, только вот на этом кубе. Так, вот. Вот видно, что вот эти элементы, они склеены. Но при этом склеены не до конца, а вот здесь вот есть небольшой зазор. Что это значит? Это значит, что вот это вот ребро, вот этот треугольник и вот этот треугольник это одно ребро, если что. Здесь вот видно, здесь видно, что вот это одна деталь. Вот. То есть, если видно, что вот это сечение есть, и вот эту деталь можно разъединить с вот этим центром, Это вот сейчас будет очень сложная логика, но все еще не предел. Сейчас внимание. Поскольку мы можем разъединить вот это вот, нам нужно, чтобы было сечение вот здесь. Чтобы было сечение вот здесь, нам нужно как бы повернуть куб вот как бы у нас вверх, и теперь вот здесь зеленый вверх. То есть мы как бы делали только что на белом вот эти сечения по периметру освобождали. Теперь мы будем освобождать по периметру зеленого. И соответственно сюда мы должны загнать блоки, которые как бы вот отсюда. То есть надо перемешать вот эту пятерку, раз, два, три, четыре, пять, и вот эту пятерку, раз, два, три, четыре, пять, но два здесь уже общие, так что можно вот эту тройку, и вот эту тройку, сейчас, и вот эту тройку можно переставить друг с другом. Потом мы разворачиваем, потом мы с нижнего слоя точно так же уводим сюда наверх, внешний сверху и внешний снизу меняем, как было в самом видео. После этого мы вот по этому периметру, у нас есть все сечения, и мы сдвигаем вот этот элемент. Но вот здесь у нас есть еще один элемент. То же самое мы делаем вот с этой гранью, и только после этого мы можем, наконец, повернуть вот этот вот белый блок относительно вот этих граней. То есть мы можем сделать поворот U, или U', нет, наоборот, вот так U', вот так U. То есть здесь того, чтобы повернуть просто вот по внешнему, по вот этому, нужно не только освободить вот эти, вот на этом слою все сечения вот здесь, нужно еще и повернуть вот этот вот, и вот этот вот. То есть здесь тройная сложность, и это не предел, и идем дальше. Так, перед тем, как собирать следующий, тоже говорю о том, что есть вспомогательный куб, который мы тоже на канале, на самом деле, уже рассматривали, обязательно добавлю ссылку в описании, мы, значит, делали здесь вот этот угол, ну, такой, палку, да, вот эту палку, и вот эту палку. Мы меняли местами в трицикле, то есть вот так, вот так. А это заняло там, я не помню, если честно, даже сколько ходов там, все посмотрите. Вот, ну это классный кубик, действительно, мне он подарил массу эмоций. Вот, значит, здесь в чем фигня? Надо сделать его, надо его свести к кубоиду, а кубоиды это моя сила, но постепенно я сейчас от кубоидов отхожу к более сложным бандажам, то есть к клейкам, да, этих элементов, кубиков, и не только кубиков. Вот, значит, здесь нужно свести к кубоиду, то есть нужно сделать так, чтобы вот этот элемент, и вот здесь вот стояли одинаковые. То есть, ну давайте я сейчас это быстро сделаю. Раз, два, три, четыре, ай-яй-яй, пять, шесть, семь, восемь, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Эту формулу я нашел когда-то очень-очень давно, еще в школе, методом экспериментального тыка. Вот у нас эти элементы, они стали вместе. И вот уже можно вращать вот вдоль. И вот так можно вращать, а вот так нельзя. Соответственно, нужно сделать еще вот здесь, вот эти два элемента развернуть, то есть чтобы желтый оказался здесь, белый оказался здесь. Вот здесь вот все перевернулось, и получилось так, что мы можем вращать, ну, фактически к кубоид. То есть вот так, вот так и вот так. Там не получится чисто к кубоиду свести, там придется гонять в центральный слой, чтобы они все собирались. Ну, в общем, это интересно, это достойно того, чтобы просмотреть и сделать об этом еще одно видео. Ну, собственно говоря, я его и сделал. Все, значит, поняли про окутную спираль. Едем дальше. Так, вот. Наш куб. Все, у него точно так же вот здесь вот спирально закрученные блоки, то есть вот здесь два, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда и вот сюда. То есть такая спираль получается вот такая. Вот. Здесь то же самое можно сделать. Трицикл вот этого, вот этого и вот этого. Здесь все еще сложнее, но в принципе принцип все еще тот же. И последнее усложнение, которое можно сделать, это склеить, вот как мы делали бандаж с мегой, с центра ребра, клоки делали. Можно сделать то же самое здесь. Вот так. То есть вот у нас этот сшит вот здесь. Его, соответственно, вращать уже нельзя. То есть здесь вот стоит этот клок. Вот здесь. Вот здесь. Давайте я прямо открою сейчас рядом. Так, вот они. То есть вот у нас... Давайте сейчас тоже белый сделаю. То есть вот у нас даже совпадают... Нет, цвета не совпадают, но не важно. То есть вот у нас вот... Вот он этот блок. Вот он этот блок. И заметьте, здесь он не доходит до конца. Сейчас я об этом скажу. То есть у нас блок вот треугольный. Вот он снизу. Здесь у нас раз клок, два клок и три клок. Вот раз клок. То есть он заходит, вот маленький центр затрагивает. Вот здесь тоже затрагивает. То есть можно вращать только так. И здесь затрагивает. И это тоже еще не предел того, что можно придумать. Здесь точно так же надо пифафами, особыми пифафами, как здесь. То есть здесь же от положения свободных элементов зависела как комбинация пифафа. Да, сетапами надо было загонять, потом отгонять обратно, как и в кубике, который мы рассматривали в самом начале. То есть здесь усложняется сборка просто тем, что перед самой комбинацией нужно делать какие-то движения, и после комбинации тоже какие-то движения. Вот эти сетапы. То есть того пифафами мы расфасовываем блоки, потом мы освобождаем вот эти сечения, то есть нам надо вот эти вот освобождать блоки внутри. И только потом мы можем повернуть вот этот вот блок. И теперь давайте сделаем самый мощный бандаринг, когда у нас склеены везде клоки вот здесь, вот здесь, вот здесь. То есть как вот, грубо говоря, вот так вот сделаем. А, здесь так не получится. Ну ладно. Сейчас покажу. Вот. То есть здесь у нас тоже вот здесь вот... То есть как... Сейчас объясню. Вот у нас треугольник. Вот здесь должен быть клок. Вот здесь. Вот здесь должен быть клок. И где свободный слой относительно этого треугольника. И здесь. Но также у нас есть клок вот здесь. А это значит, что как у дина куба. Дина спирали. Нет, не дина спирали. Гигадюни. На гигадюни, то есть дюна МС у нас был, да, кубик 5 на 5. И был додекаэдер. Мы их сложили вместе и получилось то, что там было. То есть нам надо разъединить, чтобы повернуть вот этот треугольник по внешнему слою. Нет, не по внешнему, а по этому. Вот так обычно. Вот эти три слоя повернуть. Вот здесь. Нам мешает здесь сечение. То есть его нужно, вот этот блок, клок, надо развернуть сюда. А чтобы его развернуть, нужно освободить вот это сечение. А чтобы освободить это сечение, то есть, короче, это очень много ходов. Вот таким вот образом. Надо равнять все вот здесь. Это все реально сделать. Это, ну, если посмотреть Видео предыдущие, то, в принципе, можно понять По оксу спирали и по дюном, по месс Обычный, по месс У меня была обучалка, два видео Теория и практика Вот, ну, в общем, вот такие кубы Страшные Вот это самое крутое, что я вообще когда-либо выдумывал Когда-либо видел Ну, возможно, помимо Как вас называли? Багуа Сейчас покажу багу Вот он, вот такой багуа, сейчас я его замешаю Ну, вот такой он Страшный У меня дома лежит на полке Приблизительно такой кубик Только он чуть попроще Я его несколько раз собрал в форму И больше я его не брал в руки, потому что это жесть Но вот это Жесть еще больше Давайте я сейчас замешаю А, еще, кстати Некоторые кубы настолько сложные, что Пикупс, поскольку он путает их Довольно просто Он их путает Он их путает вращениями То есть он просто делает много-много вращений Вот каких-то То у него Поскольку нужно делать много вращений Очень точных, чтобы освободить Вот эти сечения по периметру А он делает чисто рандомно То у него этот рандом попадает На нужный момент очень редко Там один раз в 10 тысяч ходов Или типа того То есть если бы мы знали чисто Перестановочные Минимальные перестановки То есть перестановки минимального числа элементов Как вот три этих Трицикл И если бы мы его нашли Этот трицикл И нашли все остальные минимальные перестановки Про всех остальных доказали бы Что их не существует То можно было бы путать Не вращениями А переклейками То есть вот, скажем Сиреневый, розовый, зеленый И коричневый Мы переклеиваем А желтый мы оставляем То есть как бы эти углы поменялись Потом мы делаем другую минимальную перестановку То есть ничего вращать не надо И было бы гораздо оптимальней То есть не нужно делать кучу вращений А если я сейчас начну скрамблить То он его заскрамблит очень просто Поэтому даже если я поставлю на инфинити То он сперва будет оставлять Многие блоки вместе То есть вот эти вот 2 на 2 на 3 Вот они вот эти большие И только там на какой-то там Миллион или даже не знаю какой Вот он начнет разъединять так хорошо Пока что он разъединяет плохо Пока что 2 на 2 на 3 Здесь есть везде блоки Сейчас попробуем подождать Пока он придумает Как их поменять Как их разъединить Внутри себя А, хотя кстати говоря Я же могу не ждать Я сохранил себе Одну из комбинаций Сейчас покажу Одно из состояний Вот То есть здесь видно Что действительно разъединились Вот эти вот блоки 2, 2, 3 Вот здесь одно А здесь другое Вот здесь одно Но в принципе можно еще Вот эти разъединять Вот эту пластиночку Пласт разъединять Ну в принципе здесь тоже Не самое удачное Не самый удачный замес Сейчас попробую еще найти другой Так Я очень долго ждал Когда он наконец загрузится Он загрузился Вот теперь это замес хороший Вот теперь давайте найдем Белый блок Вот он белый И вот у него соответственно разделилось Во, класс Вот это красивый момент То есть вот здесь вот у нас Блок который Даже не просто блок А каждый элемент поменялся То есть вот этот блок Повернулся туда И каждый элемент Вокруг этого клока Вот здесь Вот здесь Они полностью разные Ну вот разве что Вот это вот совпадает еще Ну давайте попробуем Сиреневый, сиреневый, сиреневый Но здесь тоже вот Совпадает белый Здесь можно было запутать Чуть получше Но тем не менее Это хороший замес И решать его придется Ну в общем Это очень длинная сборка получится Она реально ее собрала Реально найти какой-нибудь Три цикла Если я найду Я обязательно скажу об этом И сниму об этом видео Ну и давайте в завершение Скажу о том Как искать минимальные перестановки Я уже много раз Один Как минимум Раз говорил о том Что Есть Скажем так Народные приметы Того Какие циклы могут быть Какие перестановки Минимальные доступны или нет И мне кажется Я сейчас вот внезапно Достиг того уровня Когда Я начал понимать Как это можно Понять Значит Вот Что у нас получается У нас Давайте сейчас запишу В новый файл У нас может быть Либо Базовая 2 плюс 2 цикл Грязный То есть мы Даже не 2 плюс 2 Даже Грязный 2 цикл Грязный 2 цикл То есть мы просто Каким-то образом Поменяли 2 элемента Дальше мы можем Делать в коммутаторе Я сейчас быстро расскажу Просто Чтобы времени уже Не отвлекать Не отнимать Мы можем сделать 2 плюс 2 цикл Чистый То есть это будет 2 плюс 2 Это 2 цикл Ой Грязный 2 цикл Сейчас Грязный 2 цикл Коммутатор Подмена То есть если мы Сделаем Грязный 2 цикл Потом поменяем Два Меняющихся Элемента Двумя другими И сделаем В обратную сторону То у нас получится 2 плюс 2 цикла Сейчас я покажу Это все-таки Показать надо Сейчас давайте Я еще запишу Что такое Коммутатор Я оставлю ссылочку В описании На видео свое Которое О том Как писать Свои собственные формулы Много раз Я его оставлял Еще раз оставляю А B Это равно А Б А штрих Б штрих То есть мы Выполняем сперва А Какую-то комбинацию Потом Б Какую-то комбинацию Потом выполняем Реверс Комбинации А И реверс Комбинации Б И вот эта магическая штука Помогает там Решить фактически Любые кубы Даже PiffAv Это один из коммутаторов Давайте сейчас Еще раз запущу Что-нибудь Покажу Пум Так Сейчас что-нибудь Открою Секунда Ну что тут думать Давайте откроем Обычный кубик 3 на 3 То есть вот у нас Куб 3 на 3 PiffAv Это соответственно Раз Два Три Четыре И если я скажем Возьму Подменю что-нибудь Другое Сделаю Раз Два Три Четыре Из меню Вот у меня Соответственно Три элемента Они поменялись То есть вот Раз С верхнего слоя Два с верхнего слоя Которые я подставлял Вот таким вот образом Вот сюда И третий Это буфер Если непонятно Смотрите предыдущее видео Которое в описании Значит Грязные два Цикл Это когда мы Развернули Ну поменяли Как-то вот эти два Давайте еще раз То есть например Я Грязные имеется ввиду Что у нас есть слой Один общий С которого мы все делаем И нам нужно сделать так Чтобы вот на этом месте Стоял вот этот А на этом месте Стоял вот этот Весь остальшийся слой Должен сохраниться Но при этом Весь куб Ниже Мы имеем право Как-то разрушить Потом Мы вот на эту пару Подгоняем другую пару И выполняем реверс То есть подмена Реверс Два плюс два Два цикла грязного И реверс подмены И у нас получится Два плюс два цикла Вот раз пара Вот это Два пара Вот это Это будет минимальная перестановка То есть меньше Как бы нельзя Это два плюс два цикла Будет Три цикла Можно сделать На два плюс два цикле С буфером Три Цикл Это равно Два плюс два И Буфер Об этом Я рассказывал В серии видео По диагену И горесе Тоже оставлю в описании Показываю сейчас Ну давайте я покажу Быстро горесу И И Эту самую И диагена Бум Так Гореса у нас лежит В мультикорах Моих любимых Один из Очень классный Так Это не совсем она Сейчас Секунду Мультикоры Не дошел Гореса Вот такая штука Страшная Я прям Ее разбор Делал Разбор ее решения Я делал на канале Не очень популярное видео Но тем не менее Оно есть Значит И здесь мы как раз Делали Три цикла За счет Два плюс два цикла С буфером Поскольку этот куб Это фактически Фьюст куб То есть Так Сейчас Ага Фьюст куб То есть вот такой То есть вот здесь Как раз мы можем сделать Два плюс два цикла Вот это вот С вот этим вот Потом буфер Возвращается на место А мы делаем Ну короче говоря Будет три цикла Смотрите видео Я сейчас не буду Сильно рассказывать Сейчас рассказываю Чисто вот фишки Бандажные И как это Куберские фишки Они есть В одном из постов В блоге Недавних Я скинул тоже Важные посты Из блога В описание Там как раз есть Список вот этих Которые мы рассматривали Сейчас кубы В какую последовательность Их решать И так далее Там немножко больше информации Значит три цикла Потом что у нас идет У нас идет Флип Или твист Твист это углов Флип твист Это у нас Ну фактически надо сказать Цикл какой-то И грязный Флип Твист То есть если мы скажем Как я в В флипе Ребер То есть вот например У нас есть Раз ребро Два ребра И три ребра Два белых Одно синее Одно синее Соответственно я должен взять Грязно флипнуть его Вот таким образом То есть вот зеленый Белый перевернулся А эти два Остались Дальше я делаю Три цикл И дальше я возвращаю Соответственно С этапы Сейчас секунда Вот И дальше я делаю Соответственно еще раз Откат три цикла Не совсем правильно Делаю Но не суть Вот И у нас меняются Два То есть флип Двух элементов То есть я один увел Нет Я один из них перевернул Потом увел на буфер Перевернул обратно Куб вернулся Ну то есть Короче говоря В этих видео все есть Погуляйте по каналу И наверное последнее Что это Флип Твист Двух Двух А если мы делаем Флип Твист Трех То это у нас Флип Двух И Подмена То есть мы как бы Вращаем вот этот И вот этот А потом На место одного из них Ставим На второй Третий Тоже его меняем Возвращаем И получается Раз, два, три Ну с ребрами так не получится А с углами может получиться Вот Вот в принципе Можно еще написать Что паритет Но паритет совсем просто Он решается сдвигом Это уже для Совсем прошаренных Информация Сдвиг И Залечивание Вот То есть мы сдвигаем И пересобираем Весь слой Кроме тех элементов Которые участвуют В паритете То есть в два цикля Вот В общем я думаю Что на этом все А еще значит Что хотел сказать Сейчас Запустится А он Он уже запущен Да Точно Сейчас Секунда Немножко сумбурно Заканчиваю видео Есть еще Последнее О чем я хотел сказать Есть еще Джамиды Джамиды Это например Вот Сейчас загрузится Джамиды Например Вот такие кубы Сейчас Это не очень удачный Сейчас он Перекручится Тоже не очень удачный Думает Ну вот Хороший Да То есть у него Есть углы Вот такие То есть он Опять же Сделан как Три на три Вращается Спокойно И некоторые углы Три на три У него разделены Еще на более мелкие Элементы А эти элементы Еще на более Мелкие элементы И те же самые Джамиды Можно рассматривать Тоже на Минксах То есть например Вот здесь Вот тоже Похожий куб Который я рассматривал Только он Немножко По другому склеен То есть у него углы Есть свободные Полностью Есть вот как у АИ Тоже очень красивый куб Я пытался для него Вывести недавно формулу И не получилось Почему собственно говоря Я и решил Что Видео нужно Чем-то другое наполнить Вот О решениях Не говорю Рассказал чисто О том Какие кубы Бывают Возможно Некоторые из них В некотором Скором Или нескором Времени Я буду Как-нибудь формулы Для них Проходить И рассказывать об этом Ну вы сами Там как-нибудь В комментариях Напишите Интересно Интересно Вот Получилось видео Гораздо Короче чем я думал Вот Ну в общем Как получилось Так получилось Всем удачи Всем пока Решайте Смотрите на канале Изучайте Помните Что сложных Гололомок не бывает Бывают только Интересные И невозможные Которые невозможно Не разобрать Не собрать На этом всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok